я приветствую вас на канале аленин сад сегодня 11 11 сентября и я буду высаживать новые саженцы земляники сразу скажем про сроки посадки что чем более холодный у вас регион чем более северный регион тем раньше нужно посадить землянику и начинать это делать можно спокойно с начала августа в некоторых регионах до середины августа можно делать это во всех регионах и в таких теплых регионах как прибалтика это можно делать опять же ориентируясь по погоде но приблизительно до середины как раз сентября позже можно попробовать высадить но если будет холодная осень саженцы плохо перезимуют будут ослабленными потому что они не успеют укорениться не успеют прижиться на новом месте и я как обычно немного запаздываю потому что все время я не успеваю сделать все вовремя но осень теплая пока что еще осень даже не началась у нас еще полноценное лето буквально вчера немножечко дождичек прошел только сегодня мне уже вот свитере уже мне жарко и по прогнозу по крайней мере ближайшая неделя это 22 градуса поэтому двух недель я думаю моей земляники будет достаточно для того чтобы прижиться и следующее что нам понадобится для посадки земляники это конечно же грядка хорошее место солнечная незатопляемая ни в коем случае не под какими-то высокими деревьями кустарниками открытое хорошее пространство похожее на поле второе нам понадобится удобрения компост зола какие еще у вас есть под рукой удобрения все несите будем использовать и конечно же нам понадобится здоровый посадочный материал мы берем первую розетку от куста это самые лучшие розетки которые дадут самую мощную корневую систему в год посадки и которые конечно же в следующем году дадут уже хороший нормальный урожай все что дальше от этой первой розетки это можно выбрасывать недобросовестные продавцы конечно же соберут все степени розеток сколько есть если вы видите что у розетки хорошие развитые корни листья большие то и ничего страшно если это не первые розетки но брать ослабленные чахлы с плохой корневой системой саженцы конечно же не нужно конечно хорошо когда саженцы вот такие с хорошей уже такой развитой корневой системой мочковатой но вот такие тоже хороши потому что вы видите как бурно тронулись в рост молодые корешки пока три дня доставлялись эти саженцы ну четыре дня назад они были выкопаны помещены вот в торф пакет и за четыре дня вот такая корневая система у них наросла согласитесь малыши демонстрируют жажду к жизни поэтому они тоже хороши а вот этот хоть у него и богатая конечно корневая система но молодых корешков не так много но они тоже есть он тоже хорош не будем его сбрасывать со счетов вот и все в общем то небольшое количество предметов нам нужно и сразу же первое из пункта у меня проблема с этим у меня не такой большой огород и я не хочу землянику сажать там и сям поэтому у меня вот здесь несколько лет назад на агроткани я зал и заложила ягодник здесь у меня прекрасно растет малина крыжовник и земляника поэтому сегодня я сделаю такую хитрость я уберу некоторые кусты старые ослабленные земляники хорошо удобрю и перекопаю почву на этом месте и на это же место посажу новые растения плюс у меня еще рядочек вдоль новой теплицы образуется и сажаю я по три штуки в одну ямку растений но не в одну ямку а по три штучки рядом меня этому научил латвийский фермер который выращивает землянику он так делает я тоже так делаю вот здесь у меня эта посадка такой способ оправдан в общем давайте сажать у меня мало времени вот что стало с гвоздями за три года это шайбы и гвозди которые просто купила в магазине и который прекрасно справляется с креплением агро ткани и 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 так все подготовительные работы закончились самые сложные тяжелые теперь все очень просто нужно посадить саженцы то что я сегодня делала я должна была сделать недели две назад по учебникам по советам из учебников для агрономов по правильным советам за две недели желательно перекапывать грунт для того чтобы почва осела и не утащила вглубь саженец земляники потому что очень важно не заглубить его иначе он не будет плодоносить у землянички есть сердечко вот она точка роста откуда будет расти вся зеленая масса и цветочные цветоносы цветочные побеги и вот эту точку роста ни в коем случае нельзя заглублять мы высаживаем на вот такую вот глубину растения если заглубить то цвести не будет и нельзя слишком мелко сажать то есть нельзя оголить корневую шейку вот эту верхнюю часть вот так высаживать нельзя потому что тогда точка роста и корневая шейка будут вымерзать и тогда растение будет сильно страдать плодоносить практически тоже из-за этого не будет почки цветочные вымерзать если будут то не будет цвести не будет и ягодок и в целом заморожено ослабленное растение конечно тоже плодоносить хорошо не будет и вот я буду высаживать по три саженца на одну луночку для того чтобы сэкономить площадь как это ни странно для того чтобы у меня полноценнее расходовались питательные вещества в почве потому что если посадить одно вот такое маленькое растение в одну луночку и оставить такие большие расстояния между рядами какие у меня оставлены то будет снижение урожая из-за того что на площади количественно меньше саженцев и кстати здесь у меня сорт флайер нужно будет обязательно поставить табличку с названием сорта процесс посадки очень прост так как я внесла под перекопку удобрения то в лунку мне можно уже ничего не вносить тогда мы просто смотрим на корни вот здесь длинные корни которые будут закручиваться мы их обрезаем обрезаем и оставляем здесь же здесь короткие корни мы с ними ничего не делаем просто помещаем саженец на правильную глубину и немножко утрамбовываем я делаю чуть чуть выше потому что только перекопала землю она сядет и я еще буду поливать и мне не нужно чтобы моя серединка утонула внизу я надеюсь что видео было для вас полезным вы не забыли поставить класс и подписались на канал аленин сад здесь очень много всего интересного и я уверена что вы найдете для себя массу полезных советов и желаю вам всего самого наилучшего увидимся очень скоро в новом видео